Очень правильная реакция Группа Amigos del Arte Они будут вот так появляться неожиданно на протяжении всего концерта И исчезать точно так же неожиданно Группа Amigos del Arte Два года назад Ну, если быть честным, не два года назад, а два года назад Минус два дня, 22 июля У нас был самый первый концерт в истории этой группы Концерт, я уже не помню, даже хороший он был и плохой Потому что столько после этого произошло Мы исполняем фламенко пура Это традиционное народное искусство южно-испанской традиции провинции Андалусия Искусство андалусийских цыган Мы сами не цыгане, ну, с виду На самом деле, конечно, цыгане Цыгане есть везде Вот, даже тут кто-то шутил, по-моему, Челябинск Там тоже есть цыгане Среди нас тоже есть челябинские цыгане Их увидите чуть-чуть позже Искусство фламенко Оно настолько древнее и настолько изобилует всякого рода традициями Что, в общем, достаточно сложно сразу понять, что происходит Мы, мы, не мы, а я Буду по ходу концерта рассказывать, что будет происходить Что только что происходило И вообще объяснять, что к чему И что мы вообще здесь делаем Вот, но, в целом, мы сегодня празднуем наш день рождения Наши двухлетия Поэтому от вас требуется Да, кстати, вот Во фламенко от зрителя требуется не меньшее участие в процессе Чем от музыкантов А может быть даже и больше Поэтому будьте добры, пожалуйста Здесь существует, присутствует в этом зале Изрядное количество людей, которые в теме Вот, те, кто не в теме, смотрите по сторонам Смотрите, как они себя ведут Смотрите, что они делают И делайте то же самое Даже если вам покажется, что это полный идиотизм Ничего страшного Так и должно быть Потому что это фламенко, это культура свободная Культура живая И, в общем, надо вести себя живо, свободно и легко Традиции О традициях, два слова Огромное количество традиций, которые невозможно игнорировать И неукоснительно исполнять нужно Одна из традиций Это тот факт, что Каждый концерт должен начинаться Каждый концерт должен начинаться С сольного исполнения пьесы гитаристам Максим Мельников В двух словах расскажу О том, что произошло Несколько лет назад Сначала Максим Мельников был, как все Играл на гитаре И, в общем, особенно Ничего не происходило А потом Каким-то образом Он оказался на мастер-классе Одного достаточно серьезного Испанского гитариста А, как правило, испанцы Они люди Ну, назовем это так, деликатные А на самом деле Просто им пофиг все И когда их спрашиваешь Ну как? Они говорят Мобен То есть все отлично А этот оказался не такой И когда у него спросили Ну как? Он сказал Ребята Все здорово, конечно Вы гитаристы Все так замечательные Но Вот так, как вы играете У нас так играют девочки и женщины И Максим Мельников С этим не согласился И с тех пор Его игра изменилась настолько Ну, вы все сейчас услышите, конечно Вот Он просто обиделся Он обиделся И решил доказать, что Нифига, все не так Я думаю Ну, для меня, по крайней мере, доказал Первая композиция нашего концерта Булерия Самый модный Самый молодежный Самый Такой Быстрый Скоростной И виртуозный Стиль И жанр Телефон звонит Снимите трубку Самый Жанр, который требует Максимальной виртуозности Максимальной виртуозности Не только пальцев Но и Мозга Мыслей И духа Будерись Исполнит Максим Мельников А мы ему немножко поможем Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Андрей, Юля, я дубля вас. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 и прочее. Все осталось. Полгода уже. Полгода мы не можем с этим справиться. Ну, да и не надо. Так, пути разбежать. Полгруппы разбежал. Все пошли поздравлять Юлию Клам с победой. А мы исполним песню под названием «Гранд Фаэнна». Эта песня, ну, опять-таки расскажу, на самом деле, я все время надуваю щеки и говорю, что вот эта песня в таком замечательном, малоизвестном жанре под названием «Тангильо». И мы такие замечательные, этот жанр изучили самостоятельно, потому что никто нам не помогал, и все испанцы нам всячески мешали и говорили, что это невозможно. На самом деле, все было так. Сейчас я вам расскажу, но никому не рассказывайте. Там есть такой прикол. Если исполняется что-то непонятное, никому неизвестное, то они говорят «Да это Тангильо! Это может быть что угодно!» Это может быть просто даже ничего, просто какая-то песенка в дне жанра. Ну, они говорят, раз непонятно, раз не буллерии, не аллегрии, там, и не слят, значит, Тангильо. Вот эта песня из этих. Но в дальнейшем, сегодня единственный раз я рассказываю вот так. Дальше я всегда буду рассказывать на концертах о том, какие мы молодцы, и как мы это все выучили, и как мы это все изучили сами. «Гранд Фаэнна» – песня в жанре Тангильо. Поехали. «Гранд Фаэне» «Гранд Фаэнна» Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 После этого мы уедем в Кадис и останемся там, потому что лучше города не найти. Белый камень, белый город, синее море, голубое небо. Ну, вот это я всегда говорю для Макса, он заядлый рыболов, я всегда говорю, один из признаков хорошего города для нас. Там всегда хорошо клюет, там полно рыбы, ну и вообще апельсины, мандарины и все остальное. Мы уедем туда и концерты, и вот это будет после того, как у нас будет 15-летие, а на 16-летие мы всех вас туда позовем, вы туда приедете и концерт будет точно такой же, только уже в Кадисе. Аллегрия, сейчас вы сами поймете, вот больше ничего не буду рассказывать, по этому танцу вы поймете, как нам станет хорошо через 15 лет. А пока что нам точно так же хорошо, но только здесь. Алекрия, поехали. Ну, вроде бы приманивают. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И сейчас группа исполнит песню жанра «Петинера». Это песня о том, что с нами было, и, возможно, о том, что с нами будет. Жанр этот очень тяжелый, очень сложный, и о многом говорит тот факт, что многие великие певцы «Пламенко» в Испании в какой-то момент своей деятельности отказываются петь эту песню. И считается, что, в общем, к примеру, цыганам ее исполнять нельзя, потому что могут случиться какие-то страшные вещи с ними. Но мы не цыгане, мы, да, я уже говорил о том, что по рождению мы не цыгане, в душе, конечно, так, и нам нужно. Поэтому сейчас наберитесь терпения и послушайте эту песню. Эта песня про нашу жизнь, «Петинера». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо! 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 Следующий номер! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Я тебе сейчас расскажуak по-другому, выйдет! Вот это танец не про алкоголизму! Канье, в переводе это тростник. В Испании растет такой тростник, который похож на бамбук, но чуть-чуть другой. Называется он Канье. Точно так же в подобных местах, аналогичных тому, где мы сейчас присутствуем, в ресторанах, во всяких клубах, кабаках и так далее, есть такие рюмочки, они по форме и по размеру похожи на обрезок этого тростника, канья. И они тоже называются канья. И то, что туда наливают, ну что-то туда наливают, какой-то напиток, кто-то чего любит. И вот, существует, ну у нас, мы же люди темные были до определенного момента, пока не стали цыганами, и у нас было такое выражение, пригласи меня на рюмку канья, потому что мы думали, что то, что наливают, это и есть канья. Все это не так. И вот, ну представьте себе некую ситуацию, когда юноша или мужчина приглашает девушку или женщину в ресторан, в очень-очень торжественном случае, приглашает ее на канью, это так и называется. Ну, можете себе представить, в каких ситуациях такие вещи происходят. Когда юноша признается в любви, когда делает предложение и подобного рода случаи. Вот, поэтому ни в коем случае эта песня или эти танцы не про алкоголизм, хотя все это там присутствует, конечно, как и во всех других проявлениях нашей жизни. Это танец и песня про, ну, что-то про любовь. Про любовь. Катя, это про любовь, да. Катя. Да, вот накивает, я ее вижу. Екатерина Ковтон, канья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Играет музыка